Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Натальи Полякова. Сегодня в выпуске. Увидеть все своими глазами губернатор Александр Богомаз показал уникальное почебское производство обезболивающих лекарств военному корреспонденту ВГТРК Александру Сладкову. О подробности расскажу я, Александр Новиков. В арт-пространстве Брянск-книге прошла встреча с участниками творческого проекта «Стихи нашего времени». Гость – поэт Ирина Трусова. Из-под ее пера вышли строки о героическом земляке Федоре. О человеке, который своими стихами помогает тем, кто сейчас находится на спецоперации. Расскажу я, Екатерина Зойдина. В Брянске увековечили память пограничника Вадима Черкасова. Мемориальную доску установили на брянском филиале Российского экономического университета имени Плеханова. Человек, которого знает вся Россия. В Брянской области сейчас работает военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Он готовит репортаж о жизни нашего приграничного региона. Вместе с губернатором Александром Богомазом Сладков побывал в филиале почеп Московского эндокринного завода. Это подведомственное Минпромторгу предприятие выполняет сейчас задачу государственной важности – производить субстанции для дальнейшего изготовления обезборивающих препаратов, которые так необходимы нашим защитникам Отечества, ведущим борьбу с украинским национализмом. Репортаж Александра Новикова. Военный корреспондент Александр Сладков на Брянской земле не в первый раз. С регионом знаком и может сравнить с тем, что видел здесь раньше. Первое впечатление – очень уютные города и область уютная очень. Комфортная, теплая, очень хорошие люди. Второе впечатление – мне нравится, что сегодня к Тихому Брянску, некогда Тихой Брянской области, выделяют внимание журналисты. Не только я, это и Первый канал, и блогеры сюда приезжают, общаются и с губернатором, с людьми. За плечами Александра Сладкова работа во многих горячих точках планеты. Афганистан, Ирак, Сербия, Приднестровье, Таджикистан, грузино-абхазский конфликт, война в Чечне. На Донбассе Сладков работает с 2014 года и знает, что на фронте важно не только оружие, но и своевременная медицинская помощь. Именно поэтому губернатор Александр Богомаз привез военкора посмотреть, как производят субстанции для обезболивающих препаратов в филиале почеп Московского эндокринного завода. Ему показались сложнейшие химические процессы по выделению активных веществ из мака, который выращивается на почепских полях. Они получают мак? Мы получаем мак, подаем зерно на пищевку, а 20 сантиметров соломы мака, который идет на переработку с получением марсина. А почему не молоко? Потому что они хотят еще заместить 12 тысяч тонн мака, который покупаем за рубежом, чтобы уйти полностью от зависимости и от мака, и от марфина. Московский эндокринный завод, работающий под патронатом Министерства промышленности и торговли, без преувеличения выполняет сейчас задачу национального масштаба. Полная независимость от зарубежных обезболивающих препаратов. Предприятие в почепе будет расширяться. Здесь будут выпускать около 70 различных фармсубстанций. Не нужно говорить, насколько важны обезболивающие на фронте. Александр Сладков знает об этом не понаслышке. Сам был ранен в ногу в 2008-м во время нападения грузинских войск на Абхазию и Южную Осетию. В одном из корпусов филиала почеп сейчас собирают индивидуальные аптечки для сотрудников различных силовых структур – Минобороны, Росгвардии, МВД. Этим занимаются сотрудники, которые два года назад были заняты на производстве медицинских масок. Сейчас станки законсервированы, но людей не сократили, а предложили другую работу. Меня поразило уникальное производство обезболивающих препаратов и медицины, формирование аптечек, то есть участие области в укреплении нашего оборонного потенциала, военного потенциала. Мы очень нуждаемся. Плюс ко всему стало приятным, что нас когда-то попытались ущипнуть за бок сообщением, что больше не будем вам мак поставлять, будете булочки есть с морковкой. С морковкой может тоже вкусно, но у нас есть свой мак, есть в Брянщине, на Брянщине это все делается. Александр Сладков смог попробовать наш почепский кондитерский мак. С полей урожай уже собран и находится в сортировочном цехе. Эти ангары построены в прошлом году и это тоже инвестиции и в брянскую экономику, и в продовольственную и фармацевтическую безопасность страны. Московский эндокринный завод готов создавать в Почепском районе новые высокооплачиваемые рабочие места. А кроме этого будет вкладываться и в развитие инфраструктуры. Сейчас готовится проект строительства фитнес-центра, чтобы привлекать на предприятия как можно больше молодых специалистов. Все это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Министерства промышленности и торговли России с правительством Брянской области. Дружу с губернатором. Очень приятно видеть такого генерирующего заводного человека у вас здесь в руководителях. Есть разные примеры. Не буду обсуждать это, но здесь приятно. Конечно, Александр Сладков приехал на Брянщину не только для того, чтобы снять репортаж о наших предприятиях. Основная цель – показать, как регион ежедневно противостоит нападениям со стороны нацистов. Поэтому основная работа ждет военного корреспондента на границе в привычной для него обстановке. Я хочу подчеркнуть, что ваша область уничтожает и берет в плен диверсантов. Это очень интересно. Это значит, что система у вас безопасности выстроена, что в ней участвуют и чекисты, и пограничники, как структура ФСБ, и МВД, Росгвардия, спецназ. Военные, безусловно. Все это сделано так, что и руководство области, и силовики в одном кулаке действуют. Это очень важно. Тоже пример достойный для остальных губерний наших. Где-то лучше, где-то хуже, но стремиться надо к единению. Александр Новиков, Александр Власов, Почепский район. В артпространстве «Брянск книга» прошла творческая встреча подмосковного поэта Ирины Трусовой с участниками проекта «Стихи нашего времени». Ирина – автор стихотворения о Федоре и многих проникновенных строк о бойцах-участниках спецоперации. О том, как слово помогает тем, кто сейчас на поле боя. Репортаж Екатерины Зойдиной. Этот сборник стихов в ее руках поддержка бойцам. Слова, которые бодрят, греют душу. Даже формат не случайный. Под карман военной формы. Излом распятая Россия восстанет мощно, как колосс. За нами правда наша сила. За правдой наш отец. Христос. Сдерживая слезы, аплодирует мамы героев. Здесь Наталья Самойлова. Ее сын принял руководство боем и огонь противника на себя. Марина Седнева – мама военного медика, героически погибшего в прошлом году. Людмила Журавлева – мать погибшего в Сирии офицера. Рядом юный герой Федор. И хоть попала пуля в цель, пацан своих в беде не кинул. Девчонок вывел, спрятал в лес, потом уже поймал машину. Фашистский желто-синий бес, ведь не понять тебе, вражина, что русским не сломать хребет. Пусть для тебя Россия, Рашка, наш пацаненок, в 10 лет уже готов носить тельняшку. Стихи мне очень понравились. И то, что про меня сегодня рассказывали, про дедушку, это меня вдохновило. Когда я всех увидела вживую, ощутила это тепло от людей сходящее, вы знаете, мое сердце вот так прям распахнулось. И я поняла, что вот я это все забираю с собой. Это все мое. Впервые видит героев своих стихотворений, а кажется, знает их всю жизнь. Она никогда не была на передовой, но словно чувствует каждого бойца. Когда первая партия стихов ушла, в Донецк попала, оттуда мне приходили отзывы. Люди плакали и говорили, она где-то здесь у нас была. Это вот, кстати, моя мечта поехать туда выступать перед солдатами. Конечно, немножко страшно, но я к ней потихонечку иду. Стихи рождаются от одной фразы и мысли, порой за несколько минут. Так всего лишь после общения по телефону она написала эти строки о сыне Марины Седневой. Две клятвы и одна дорога. Служить другим, забыв себя. Теперь ты в боинстве у Бога. А я горжусь, что мать твоя. Теплые объятия и поддержка. То, что так необходимо и близким, и бойцам. На встрече звучат стихи погибшего Никиты Самойлова. Читает его мама. В который раз убеждаешься, что слово – это огромное, эффективное, колоссальное оружие. И в борьбе за правду, в стремлении к победе общей, слово играет немаловажную роль. Поэтический вечер объединил участников творческого проекта «Стихи нашего времени», который стартовал в июне в Брянской области. В планах поэта Ирины Трусовой встречи со школьниками. Она уверена, что еще не раз приедет в Брянскую область. Екатерина Зойдина, Александр Власов, Брянск. В Брянском филиале Российского экономического университета имени Плеханова увековечили память студента. Вадим Черкасов летом прошлого года не дал проникнуть на территорию области диверсионной группе. Вадим Черкасов учился в Брянском филиале Российского экономического университета имени Плеханова на заочном отделении. Был старостой группы. Одногруппники и преподаватели запомнили его веселым и общительным. Не видно было, что он хочет стать таможенником, он хочет получить подлинные знания, а не просто найти подход каждому преподавателю, чтобы получить нужную оценку. Вот этого у него никогда не было. Видно, что старается. Побольше бы таких студентов. Он без панибратства, но когда нужно, мог найти компромисс, но без угодничества. Это его отличало. Вот этим я запомнил. Родился и вырос в поселке Ивод. Срочную службу проходил в полку ВДВ в Кубинке. Потом поступил в Брянское погрануправление. В мае прошлого года он и пять пограничников остановили группу диверсантов, которые прорывали со стороны Украины. После гибели товарищей взял их оружие и отстреливался до последнего патрона. Подвиг Вадима увековечили в университете. Это характерно для русского человека, когда он встречает вот такие, или попадая в такую ситуацию, его решение однозначно защищать свою родину. И учитывая его характер, его решение было ожидаемо. Вот, по крайней мере, так я познакомился. Конечно, для нас это для университетских, для преподавателей это трагедия. Красные гвоздики к мемориальной доске принесли студенты, преподаватели и самые дорогие люди-героя. Слова поддержки родителям. Я хотел бы в первую очередь выразить слова признательности родителям Вадима за воспитание настоящего героя. С портрета на мемориальной доске настоящий герой теперь всегда встречает студентов Брянского филиала университета имени Плеханова. Наталья Бодник, Александр Власов, Брянск. В поселке Погребы Брасовского района перезахоронили бойцов, защищавших нашу родину во времена Великой Отечественной войны. Там же прошла и передача эстафеты вечного огня от соседней Суземки. Игорь Дударев расскажет подробнее. Эстафеты вечного огня. Мероприятие берет начало еще в 2014 году. И теперь регулярно пламя, символизирующее Великую Победу вместе со знаменем, которое было водружено над Рейхстагом, проходит по городам нашей страны. Пока мы живем, мы должны помнить о тех подвигах, о тех жизнях, которые дали молодые люди за нашу независимость. Так совпало, что в Брасовском районе в один день прошли два значимых события. Сегодня будет происходить захоронение 12, вернее, останков 12 бойцов. И вот к этому мероприятию сегодняшнему будет приурочена еще и передача вечного огня. То есть сегодня мы ждем наших соседей, Суземский район, будем принимать от них вечный огонь. Все воины, которые будут погребены, найдены недалеко от гражданского кладбища погребского сельского поселения. Пять бойцов по 41-му году найдены здесь, в лесу, под Олешенкой. И семь бойцов по 43-му году, Нижний городец, Чаенко. Все работы по поиску бойцов продолжаются. По словам главы администрации поселения, есть планы на расширение и благоустройство самого кладбища. А пока каждый найденный боец будет перезахоронен с особыми почестями. Игорь Дудриф, Анатолий Чикрыгин, Брасовский район. Будьте в курсе, самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. В Брянске начали реставрацию здания канатной фабрики купца Мартынова. В Брянске по нацпроекту завершается ремонт сквера имени Пушкина. В Брянских школах стартует профориентационный курс «Россия. Мои горизонты». В Брянске задержали серийного магазинного вора. От Брянска до Жуковки из-за ремонта путей вместо поездов пустят автобусы. Брянцам напомнили о запрете салютов и фейерверков. В Брянске на Славянском мосту бетонируют ростверк для шестой русловой опоры. Еще больше актуальной и интересной информации на нашем сайте губерния.тв. По всей стране стартовал онлайн-проект «Россия. Страна достижений». Его цель – рассказать о том, чего достигла наша страна в 21 веке. Дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины. И самое главное – проголосовать за самые выдающиеся достижения. Все это можно сделать на сайте проекта достижения.рф. Брянская область представлена в проекте четырьмя знаковыми работами. Знаменитый дворец спорта, не имеющий аналогов по стране имени Артема Осипенко. Традиционный брянский народный костюм. Брянская мясная компания, которая открылась в 2022 году. И журиническим тепличным комбинатом. Переходите на сайт достижения.рф. Поддерживайте родной регион. Следственными органами Следственного комитета по Брянской области завершено расследование уголовного дела о гибели трех детей на пожаре. 20 апреля в Карачевском районе сгорел жилой дом. По версии следствия, причина возгорания – использование неисправного водонагревателя, который установил в доме сам отец погибших детей. Обвиняемому вменяется причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. А также статья 168 «Уничтожение и порча имущества из-за неосторожного обращения с источником повышенной опасности». Расследованием установлено, что в апреле 2023 года мужчина, не имея специальных знаний, опыта и оборудования, произвел замену в своем доме по улице Школьной в селе Бошино Карачевского района Брянской области проточного газового водонагревателя на водонагреватель, бывший в употреблении и выработавший нормативный срок службы, не проверив безопасность функционирования данного бытового устройства. В результате аварийной работы установленного им водонагревателя днем 20 апреля 2023 года в доме произошло возгорание, повлекшее гибель троих его малолетних детей, а также повреждение жилища и предметов быта. Следователям собраны достаточные доказательства для предъявления мужчине обвинения. В настоящее время предварительное следствие окончено, а материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения. Виновным судом может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет. С 8 сентября по 1 октября на однопутном участке Сельцо-Ржаница-Тростна пройдет капитальный ремонт железнодорожного пути. Заменят 12 километров рельсошпальной решетки. На период ремонта железнодорожники организовали компенсационные автобусы. Они будут курсировать от Брянска до Жуковки и обратно. Маршрут движения и время отправления максимально приближены к временно выведенным из расписания электропоезда. Они будут отправляться из Брянска в 6.00, 9.10, 11.50, 16.00, 17.30, 18.30. Из Жуковки в 6.10, 8.00, 12.00, 14.50, 18.20, 20.00, 21.30. Ознакомиться с расписанием компенсационных автобусов остановками в пути можно на остановочных пунктах и в билетных кассах вокзалов. Брянск стал участником большого театрального проекта Министерства культуры Российской Федерации «Международные культурные центры». Проекту почти 10 лет и впервые свою заявку успешно защитил Брянский театр драмы. Программа была рассчитана на 4 дня и составлена по произведениям Алексея Константиновича Толстого. Одна из творческих площадок разместилась на сцене Брянской филармонии. Федеральный проект «Международные культурные центры» работает с 2014 года. В этом году одним из пяти участников стал Брянский театр драмы имени Алексея Константиновича Толстого. В этом году он посвящен году наставника и учителя. И среди пяти номинантов, которые выиграли этот проект, Брянск. И в Брянске наставником и учителем является Алексей Константинович Толстой. И проект называется «На Русь взирая русским оком». Региональную программу большого федерального проекта разработала труппа Брянского театра драмы, которая объединила сразу несколько творческих групп и культурных учреждений региона. Пообщавшись с руководителем областных учреждений культуры, а это и Брянский областной кривейческий музей, и Брянский областной художественно-музейный высовочный центр, и Брянская областная филармония, и такие учреждения, как парк культуры имени Алексея Константиновича Толстого, мы приняли решение, что мы попробуем выйти за эти рамки и сделать иммерсивные спектакли, которые прошли уже в усадьбе Красный Рог. В фойе Брянская филармония многолюдна, и большинство – молодые любители творчества Алексея Толстого. Меня очень порадовало, что сегодня молодежь не просто приходит на этот концерт, например, но то, что они вот стоят здесь, для них это памятно, фотографируется возле стенда. И то, что тот настрой, который есть у людей, которые в условиях приграницы созидают себя, созидают свою душу, созидают своих близких. И задача, и цель нашего проекта – это вот внести тот большой позитив, который позволит человеку выстоять, выстоять душой, выстоять телом и верой в наше будущее. На творческом вечере артисты Брянской филармонии соединили театральную постановку с исполнением романсов на стихи Алексея Толстого. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Помимо знакомства с творчеством Алексея Толстого, участники проекта напрямую общались с публикой. Поднимите руки, пожалуйста, только честно. Все, кто считает себя любимым, смелее. Да-да, мы сегодня ломаем немножко стереотипы. Отлично, вас действительно много, я рад за вас. А теперь все те, кто любит сам. Довольно просто было, не правда ли? А теперь давайте представим, что было время, когда говорить о своих чувствах на публике было просто не принято. Люди не понимали, кому и зачем нужно знать то, что творится у них на сердце. Вполне возможно, что именно из-за излишней робости в народе сразу навсегда полюбили книжные песни. Именно так тогда назывались музыкальные произведения, именуемые сегодня как романсы. Любовь и страсть. Как говорили на заре зарождения стиля, романсы – это русло, направляющие реки чувств. Вечер романца в Брянской филармонии – завершающая постановка к большому международному театральному проекту. Итоги Брянского фестиваля «На Русь взирая русским оком» подведут на круглом столе в Брянской областной научной библиотеке. Алексей Есипенко, Алексей Власов, Брянск. Время подводить итоги. На протяжении четырех дней Брянский драмтеатр работал над проектом «Алексей Константинович Толстой. На Русь взирая русским оком». Завершился цикл мероприятий «Круглым столом». Здесь литераторы, театралы, искусствоведы и все, кто интересуется творчеством Толстого из разных городов и стран – Брянск, Москва, Санкт-Петербург, а еще представители Донецка, Узбекистана и Японии. «Круглый стол» собрал толстоведов всего мира в завершающий день проекта драмтеатра. Мне кажется, что та афиша, которая была создана директором театра Андреем Викторовичем Сальковым и, в общем-то, благодаря инициации театра, инициативе театра, благодаря тем усилиям, которые были вложены в этот проект, мне кажется, что региону и Брянску удалось многогранно, многоаспектно, разнообразно рассказать об творчестве Алексея Константиновича Толстого. Проект, который длился на протяжении четырех дней, получился поистине мультиформатным. Концерты, выставки, спектакли, выступления на сцене филармонии. Здесь, на Брянской земле, мы убедились, что эта память является не литературной, а абсолютно живой, начиная с первого дня, когда в красном роге дети прыгали, скакали, носились, как курица с яйцом, якобы с зернышком. Это было очень трогательно, это было прекрасно. У каждого спикера круглого стола своя тема в творчестве Алексея Константиновича Толстого. Все они поднимали актуальные вопросы, которые изучаются толстоведами и филологами по всему миру. И, конечно, хочется поблагодарить театра, директора театра, потому что без их драйва, без их, так сказать, вклада огромного, потому что то, что мы видим в эти четыре дня, это же вот вершинка айсберга. На самом деле это огромная подготовительная работа. И куратор проекта от министерства, и все местные, кто участвовал, ну, вложили очень много усилий. И хочется, чтобы это принесло не только эти четыре дня, но продолжалось, имело последствия, и все это служило гуманизацией нашей жизни и как-то помогало людям жить. Екатерина Пенько, Виктор Левченков, Брянск. Икра и рыба Камчатская снова в Брянске. Ярмарка развернулась на первом этаже торгового центра «Консул» по улице Куйбышева, 15А в Бежицком районе Брянска. В продажной свежайшая рыба, икра и другие деликатесы. Свежий улов дальневосточных рыболовов вновь на брянских прилавках. Тунец, омуль, палтус, белорыбеца. Морские деликатесы на любой вкус напрямую с Камчатки. Царица лососевых чавыча. Слабосоленая, горячего и холодного копчения. Украшение любого стола. Свежайшая красная икра. Глаза разбегаются, слюни текут. Это самый полезный продукт, который есть. Это омега-3. Полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе ценнейшая омега-3 для здоровья сердца и сосудов, важные витамины и микроэлементы. И польза, и отменный вкус. Икра и рыба камчатская. Прямые поставки, никакой заморозки и ничего лишнего. Из добавок только соль. Натуральное копчение на вишневых, ольховых и яблоневых опилках. Понравилось? С бутербродиками ничего нормального? Ну, чуть-чуть надо ж побаловать себя. Межсезонье. Самое время побаловать себя дальневосточными деликатесами. Ярмарка «Икра и рыба камчатская» в торговом доме «Консул» по Куйбышево, 15А с 4 по 9 сентября включительно. Придем еще раз, прорекламируем у себя на заводе. Ольга Макушникова, Виктор Левченков, Брянск. И это была последняя информация выпуска. Всего доброго. До новых встреч в эфире.